Деревня Пеерин, провинция Хама. Здесь, после освобождения, было обнаружено массовое захоронение жертв зверских убийств. Хотя, звери убивают только для того, чтобы прокормить себя и свое потомство, а это были изверги. Среди жертв резни женщины, дети, старики. Началось познание останков. Провинция Дамаск. Люди, проравшиеся из промышленного местечка Адра, рассказывают о порядках, установленных террористами в захваченном городе. Это был ужас. Бадиты грабили и убивали ни в чем не повинных жителей. Под угрозой расправы заставляли строить оборонительное укрепление, выкапывать подземные ходы и траншеи, отбирали последний хлеб от ценности. Счастливчики рады, что выбрались из этого ада живыми, но там еще остаются их родные и близкие. Они очень за них волнуются. Провинция Хомс. В Аль-Растане продолжается контртериалистическая операция по освобождению города от подразделений бандитского формирования фронт Нусре. Уже освобождена городская больница с прилегающими окрестностями и несколько важных улиц этого города. Военнослужащие сирийской арабской армии планомерно очищают квартал за кварталом от террористов для установления законной власти в Аль-Растане. Напомним, что город Аль-Растан обладает огромным стратегическим значением. Через него проходят шоссе, связывающие города Дамаск и Алеппо. Солдаты правительственных сил уверены в окончательной победе над бандитами и готовы все сделать для ее приближения. Дер-Эзор. Район Аль-Баажин возвращается к мирной жизни. Он освобожден от террористов группировки фронт Нусре. Законная власть предпринимает все возможные меры по нормализации жизни людей. Беженцы возвращаются к своим домам. Полиция, армейские патрули и волонтеры контролируют безопасность района. Ускоренными темпами восстанавливается электрическое и водоснабжение. Ремонтируются дороги, вывозятся тонны мусора. Оказывается необходимая медицинская помощь. Вознавили работу детские образовательные учреждения. Жители района очень надеются, что весь тот кошмар, который им пришлось преодолеть, никогда не повторится и жизнекотчательно наладится.